Эта запись сделана через несколько минут после того, как взорвались трубопроводы Нордстрим. И началась утечка газа. Подрыв ниток северного потока произошел в конце сентября прошлого года. И вот спустя почти полгода вышла целая серия публикаций о том, кто может за этим стоять. 7 марта газета New York Times написала, американская разведка не исключает, что за атакой может стоять некая проукраинская группировка. При этом источники издания отметили, что нет доказательств причастности к этому официального Киева. В свою очередь, собеседники сразу нескольких немецких СМИ подтвердили, что следы атаки ведут в Украину. Немецкое расследование движется в том же направлении, что и публикация New York Times, подчеркнул эксперт АРД по терроризму Михаэль Гетштенберг. Сразу после взрывов были предположения, что к этому могла быть причастна подлодка. Затем возникла идея, что взрывные устройства могли быть прикреплены к трубопроводу беспилотными мини-субмаринами. После это было опровергнуто. Следователи убеждены, что это были водолазы, и теперь предполагают, это на самом деле прорыв в этом расследовании, что нашли лодку, которая доставила диверсантов к трубопроводу. Но в этом уравнении еще очень много неизвестно. Мы ничего не знаем о национальности этой команды. Также мы не знаем, и это становится политическим вопросом, кто заказал команде эту диверсию. По словам журналиста, следователи не исключают, что это могла быть операция под чужим флагом. То есть кто-то намеренно сделал так, чтобы следы привели в Украину. На данный момент следователям удалось идентифицировать судно. Говорят о яхте, арендованной у польской компании и якобы принадлежащей двум украинцам. По данным следствия, на которые ссылаются немецкие СМИ, была задействована команда из шести человек. Официальный Киев отрицает свою причастность. Для меня это немножко странная история, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я думаю, что в расследовании официальных властей будут описаны все детали. Это как комплимент для нашего спецназа, но это не наша работа. Москва назвала публикации о группе диверсантов бросами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также напомнил, что Россию до сих пор не допустили к расследованию обстоятельств атаки. Вашингтон дипломатично просит дождаться результатов официального расследования. Наши немецкие союзники, наши шведские и датские партнеры начали расследование, и оно еще продолжается. Мы всегда так делаем. Мы дождемся, когда эти расследования будут доведены до конца, прежде чем комментировать любые возможные выводы или заключения. Министр обороны Германии, в свою очередь, заявил журналистам, что с большим интересом прочитал публикации о расследовании. Нужно четко разграничить, была ли это украинская группа, могла она действовать по приказу Украины, или проукраинское безведомо правительство. Но я предостерегаю от поспешных выводов. Эксперты говорят, что это могла быть операция под чужим флагом. Это не первый случай в истории. Поэтому я предостерегаю не делать поспешные выводы. Эксперты продолжают гадать, кому могла быть выгодна эта атака. Одни говорят о возможной причастности США с целью надавить на Берлин, чтобы тот активнее поддерживал Украину в войне. Другие в качестве бенефицаров называют российских олигархов. Давайте не будем забывать, что олигархи были самыми влиятельными фигурами в России еще год назад. У многих очень богатых влиятельных людей со связями могли быть политические и финансовые причины подорвать военные усилия Путина, чтобы вернуть, возможно, часть того, что они потеряли. Но кто на самом деле заказал атаку на Северные потоки, кто ее осуществил и кто за нее заплатил, остается неизвестным. Продолжение следует...